Пиранья наводит ужас на обитателей южноамериканских рек. Образ этой хищной рыбы овеян таким количеством легенд, что правду от вымысла порой отличить достаточно сложно. Причина такого страха перед небольшой рыбкой понятна. Объединяясь в стаи, они способны растерзать любую добычу. Но тем не менее, способности пираний все равно слегка преувеличены. У страха, как говорится, глаза велики. Вы на канале Всяковсяч. Поставьте лайкосик и давайте начинать. Поехали! Слово пиранья в переводе с одного из индейских языков означает рыба-пила. В мире существует около 50 различных видов пираний, и все они живут только в реках Южной Америки, в частности в Амазонке. Все без исключения пираний пресноводные. В соленой воде жить они не могут. Вес взрослой пираньи обычно не превышает одного килограмма. Пирания одним укусом запросто может откусить человеку палец. Во время отлива пираньи наиболее активны. Пираньи, как и акулы, способны почувствовать даже одну каплю крови, растворенную в воде на огромном расстоянии. Если волки санитары леса, то пираньи санитары рек. Они в первую очередь пожирают падаль слабых и больных животных. Далеко не все пираньи питаются исключительно плотью. В природе есть и травоядные виды. Они едят упавшие в воду фрукты и ягоды, а также подводные растения. Кайманы, речные дельфины и некоторый вид черепах сами не прочь полакомиться пираньями. Стая пираний способна обглодать корову до костей за несколько минут. Свою агрессивность пираньи проявляют только в стае. Поодиночке эта рыба очень пуглива. Пираньи во время брачных игр становятся черного цвета. Сытые пираньи никогда не нападают на потенциальную жертву, даже если имеют такую возможность. Если наступают голодные времена, а результаты охоты неудачные, то желанной добычей пираньи становится кто-то из его сородичей. Пираньи также запросто могут съесть кого-то больного из своей же стаи. Гуарани – это племя индейцев, которое хоронит только скелеты умерших. Эти аборигены опускают мертвое тело в кишащий пираньями водоем. Рыба за короткое время обглодает труп до костей, а затем гуарани приступают к похоронной церемонии. Верхние и нижние зубы у пираньи, смыкаясь, не оставляют просвета между челюстями, что позволяет им буквально вырывать куски мяса из тела жертвы. Укус пираньи сильнее, чем укус любого другого живого существа на планете, включая вымерших динозавров, если, конечно, считать в пропорциях, исходя из общих размеров тела. Пираньи могут терять сознание от страха, а живущую в аквариуме пиранью может довести до обморока даже резкий хлопок в ладоши рядом с ее жилищем. Многие племена индейцев делают из зубов пираньи бритвы и ножницы, которые по прочности похожи на сделанные из стали. Рыбалка на пираньи весьма опасная, но в то же время интересное развлечение. Рыболов обязательно между крючком и леской перевязывает толстую проволоку. Ведь рыба может откусить палец, а перекусить леску ей вообще не составит большого труда. Правдивы эти факты или нет? Напишите, какой факт вы считаете вымыслом. Очень интересно будет ваше мнение. Все комментарии почитаю. Ну а на сегодня все. Не забывайте поставить лайк и подписаться. И колокольчик обязательно нажмите, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok